Всем кусь, ребят, с вами Реоми, и добро пожаловать обратно в Dead Cells в What's the Damage Update. Сегодня у нас будет забег с вами в тактике, я буду бегать, наверное, с дыховой трубкой, я хотел с ней давно побегать. Ей у нас добавили в этом апдейте отравление. В принципе, и символично это подходит, но учитывая, что это оружие и раньше было прям охрененно мощным, то сейчас что он должен делать, я просто не представляю. Теперь оно еще и яд позволяет использовать спокойно, прям сильно. Думал сначала использовать замененные клыки, я решил их оставить себе в пуле, но не думаю, что они на самом деле здесь подходят, потому что типа ну нахрена мне яд для них еще. Они урон по яду не имеют, то есть они не раскроют этот аффикс. Они просто будут быстрее, наверное, свой яд как бы достакивать до 5 метров для критов, но в то же время, если я бью духовой трубкой, то у меня моб уже умирает, и ему это нафиг не сдалось. Я решил взять детский топорик, пускай он меня будет обезвижить цель, а эту духовую трубку я буду убивать. Вспышку с духовой трубкой, очевидное сочетание, ребят, я не люблю, потому что это неудобно и ей это просто не нужно. Не так приятно ей играть со вспышкой, как когда ты просто сам перекатываешься и бьешь. С нержалом ассасина, да, вспышка прям необходима, потому что неудобность так небольшая, и это прям неудобно без нее. С духовой трубкой же, наоборот, как-то вспышка там не очень мне заходит. Решил поставить себе турели там всякие, капканы еще в том числе, потому что я думаю, может быть, на пугало схожу, не знаю, посмотрим. Филина я давно не юзал вообще, торнадо у нас изменили немножечко, кулдаун ему срезали громотводы, бафнули там, сделали им, по-моему, урон стартовый сразу, когда они до дота, он типа сильнее. И я себе решил включить, ребята, альтернативный саундтрек, если кто не знает, там включается у нас вот здесь звук, альтернативный саундтрек, 8 вид. Я решил на эту серию его включить, мне там напомнили про него, я про него напрямую еще забыл, если честно. Но пускай он будет, сегодня сделаем серию и забег с ним, в общем-то. Давайте, наверное, потихоньку начинать. Я себе поставил, как вы видите, как вы, наверное, поняли на превьюшке, еще наверняка там было. Скин за Грея из Хейдес. Он немного такой, знаете, поначалу мне немного глаза болели от него, когда я примерил его только. Потому что он очень пикселями отдает, прям вот как-то они разъезжаются, что ли, мне кажется. Может быть, мне кажется, опять же. Потому что потом я немножечко побегал, и мне стало пофигу. Но так вот стоишь, он типа чуть-чуть двигается, и все у него переливается, и это выглядит, конечно, так себе. Есть кто не знает, типа, ну, скин этот ставить, короче, типа это мод, само собой. И он идет вместо обычного скина персонажа. Соответственно, я себе случайный скин отключил полностью. И одел за Грея просто в примерочный. Как непривычно с таким саундтреком, конечно, вообще. Не знаю, с чем мы будем бегать по локациям, с чем мы будем бегать на том же пугале. Постепенно с этим адаптируемся. Грамотоды я вообще в последний момент себе добавил. Вспомнил про этот замечательный навык. Мне, в принципе, нравится. С ним балдежно очень играть. Он типа стиль игры немного напоминает, знаете, такой стиль, как... Если пользоваться активной общей связью. Правда, на деле это, как бы, чаще всего не особо работает. А тут, в принципе, можно и попробовать. А-а-а, да-да-да, там же очень много времени нельзя проводить. Я про это забыл. Он же секунды 4 или что-то в этом духе. Если дольше этого времени... ...как его... ...прошло после установки первого громадпода, то он исчезает. В общем-то, второй может не успеть поставить даже. Так, ну окей, как-то вынесли. Духовая трубка прям оружие охрененного качества, потому что он, ну, дамажит просто неистовое. Неистовое и очень удобно. Охрененная наводка по высоте. Тихая. Клыкам то ли поднимали урон, я не помню уже, если честно. То ли что-то там такое было, то ли криты им подняли. Там 150 базового ДПС сейчас у них. Не помню, сколько раньше. Эй, ты, блин, не успел. А, кстати, смотрите-ка, я не могу перекатиться прямо сразу же. Небольшая задержка есть, не то чтобы критичная относительно зеленых оружий. Но сейчас я это почувствовал, из-за этого я сейчас наглотил. Так, надо будет учитывать просто на будущее. Я с Духовой Трубкой играл, не знаю, там, раза два-три, наверное. Багет есть. Блин, а какой балдеж сеть, когда на моем много яда, ты сразу начинаешь критовать с... Так, это я зря сделал, да. Красиво. Зашокировали рампейджер, он в итоге не смог атаковать меня нормально. Телепортация удобная тоже у этих куков. Зачастую. Но здесь она мне тоже не то чтобы сильно нужна. У меня была мысль, типа, телепортироваться к врагу, потом перекатываться за спину, расстреливать его за спину критами с Духовой Трубки. Но, по-моему, еще это как-то звучит это так, что, знаешь, если там только в теории работает, на практике-то нафиг не издастся. Абсолютно. Как обычно это бывает. Зачастую. Так, там есть детский топорик, по-моему, да, наверху? А, понятно. Ну, я не буду открывать, короче, дверь. Не люблю я их открывать. Не покупать. Там звездный апекс есть. Я думаю, он там на халяву валяется. А так мне-то и не особо надо. Там все равно он на следующем этаже может, можем свелушь найти. Поэтому не вижу смысла. Тихо. У меня вторая такая же литка, чисто. Так, с ней слишком сильно спешим. Ага. Не забываем про то, что у меня, соответственно, снаряд заканчивают. Снарядов у нас, кстати говоря, всего лишь пять штук у Трубки нашей. О, нищие выстрелы взрываются, выпуская ядовитые облака. Шикарный апекс. Не знал, что он у этого оружия и остался. Учитывая, что он само по себе отравляет, могли бы спокойно его и отключить. Пока что идем сюда. Мне кажется, что, в принципе, Клыки мне не особо понадобится. Я на локациях с ней побегаю. А так у нас в целом, мне кажется, лучше должен смотреться... Лучше должен смотреться топорик именно. Так, кстати говоря, здесь у нас был еще секрет еще. Немножко, но тем не менее. Так, куда по начальному... На начальном этапе, куда я пойду по маршруту, я не знаю. Магазин даже не знаю, если снаряд заглядывать вообще. Тактика. У меня сейчас что-то такое, знаете... Немного слом мозга прошло из-за Айзека. Я только думаю, если я не посещу магазин, то у меня дальше будет какой-то дополнительный бонус. Так как в Айзеке золотой комнаты, если не посещаешь одну золотую комнату, у тебя появляется шанс на планетарий. На другую особую комнату, в общем-то. И меня почему-то сейчас... Не знаю, немного... Сломало мне мозг. Ну, магазин меня просто не интересует сейчас. Можно пойти в Дендрарий. На матку клещей мне, кстати, не зайдет, потому что я в спину не могу бить, да? На конюнксию со хреново знаю. В Дендрарий, если я иду, то дальше на недротюрьмы можно пойти и в Крематорий, в принципе. Может быть, так и сделаем, кстати говоря. Меня вполне себе устраивает такой маршрут, я думаю. Так и отправимся. Тихо. Каждый раз я опасаюсь этих цветков, хотя ни разу здесь, по-моему, от них так и не отхватил. Или, может быть, где-то в самом-самом начале только. Но так на них прыгать намного проще, чем выглядит. Там, на самом деле, по-моему, у них есть такая механика, что... Они выравниваются с персонажем немного, и именно тогда вот выглядит так, что, знаете, в последний момент ты подпрыгиваешь, но на самом деле там игра тебе... Она как бы специально их захлопывает тогда, когда ты отпрыгиваешь. То есть, она само собой захлопнет, если ты будешь долго стоять. Но на самом деле там на полсекунды разницы ты в итоге все равно успешно отпрыгнешь. Вот это возьмем с северя. То есть, там можешь сразу практически, да, а можешь через полсекунды ты все равно отпрыгнешь. Просто когда ты отпрыгиваешь, у тебя пасти захлопываются, поэтому может выглядеть так, что... Как будто ты всегда в последний момент отпрыгиваешь. Надеюсь, что я понял, а что я говорил, это я не уверен. Кстати, у меня мысль такая возникла. О, да, надо все. Так, лук какую-то. У меня она просто перед сном возникла, и я... Когда уже лежал на кровати, я ее не выписал себе. Смотрите, у нас появилась мутация колючей наконечники, которая дает нам дот стрелами. А что если юзать ее и лук хакута просто? У тебя хакута, ты стреляешь, метку хакута вешаешь, и у тебя просто дот, который от мутаций. Он бьет, метку срабатывает, и типа все в шоколаде. По каждому моду стрелять, и чисто лук хакута использует без сахарпортащего оружия какого-то. Раз уж там, не знаю, можешь что-то по приколу взять. Ну типа это как, знаете, как лук хакута и облако яда с него же. Вот примерно так же должно работать теоретически. У него, конечно, стрел маловато, там может быть припасы взять, может быть и стрелы, будет уже нормально. Хотя можно без боеприпасов обратить, но так... Такая мысль мне просто пришла, и это должно теоретически, хотя бы на локациях работать само по себе вполне себе адекватно. Давайте возьмемся, наверное, прощальный подарок. Давно я с ним не бегал, а это прикольно мутация в целом. Хотя я не уверен, что она мне особо нужна будет, но... Выглядит, по крайней мере, это фаново и приятно. Побегаем, допустим, с ней. С хакута тоже надо быть таким образом, может быть, попробовать. Так забавно, что у нас, знаете, такой саундтрек. Битный получился. И тут за грей еще такой. Оп, отлично. Готов. Так, с этим аккуратненько. Тихо-тихо-тихо, вы, ребят, так не спешите. Блин, с телепортацией надо, конечно, контролировать ее получше. Следить за ней всегда. А, у меня там таймер, кстати говоря, показан вообще-то на громотводе. Четыре секунды там появляется и что-то такое. Как раз по которому я должен ориентироваться, что в следующий надо ставить уже... Что таймер не успел пройти. Удобно, а то я про это уже напрочь забыл. Что он так отображается. Хочешь поджечь его? Понятно. Тихо, тихо. Не очень удобно было. Думал, красиво получится, но ладно. Туда-сюда, туда-сюда. Тут что-то делали непонятное. Я решил себе облакояду убрать, собственно, с... Кстати говоря, вообще-то облакоя... Ябло... Облако яблоко, да. Облако яда на духовой трубке имело место быть. Если мы юзаем ее как раз-таки с громот... Ой, как его, с ядовидными клыками. Потому что... Змейными, точнее. Потому что мы так, яд намного быстрее на стакере. У нас сразу же облако появляется, которое еще тоже яд нас накидывает. Но у него, конечно, урон минимальный прямо у этого аффикса. Облако яда. И, в принципе, аффикс, который там на отравлении на облако яду. У них там урон базовый. Там что-то 4 ДПС у облако яда, что ли, и 20 у обычного яда. Со звездного аффикса. Типа там маленький ДПС, короче говоря. Или там не 20. Потому что 20 ролик нормальный. И там облако типа ДПС сам по себе ничтожное. Он именно как саппорт играет роль. Я бы, на самом деле, не отказался бы от торнадо. Вместо туреля огнемета. Будет интереснее. Не знаю, чем турель огнемета себе взял. Наверное, потому что, типа, аффикс и универсальная штучка. Но вообще... Интереснее было бы с чем-то другим, конечно, поиграть, я думаю. Тихо. Нет. Блин. Хотел телепортироваться, а потом за спину и побить его. Но что-то как-то вышло все это очень коряво. Я-то на вас не действую. Мне это не надо. Так, параметры мне пока что не те попадаются. Прошлый забег у меня, по-моему, там что-то совсем с ними плачевно было, если не ошибаюсь. Интересно, что будет? А, окей. Меня переставило просто. Так, это мы не берем. Не знаю, насчет расколотых стилищ, сегодня пойдем туда или нет. Посмотрим. Может быть, исходим, кстати говоря. Я не помню, чем тем более, как попасть еще в бессмертные берега, там можно было. А, по-моему, из деревьев на сваях можно. Ну, в принципе, идем в привратник, а с привратник как раз-таки можно спокойно попасть на расколотых стилищ. Поэтому, мне кажется, это вполне себе нормальный будет маршрут у нас получится. Так, пойдем, зайдем здесь до конца, наверное. Телепорт тоже должен быть у нас около недр тюрьмы. Как раз нам сюда надо будет еще сходить уже когда на выходе с локации. Так, я там фрагмент свитка оставил. Как-то я так небрежно немножечко зачистил. Этот блок просто прошелся мимо. Заболтался, не заметил даже особо. Ух, нифига, он мне даже не пропускает дальше. Обычно могут себе, типа, стопят немного, но не сильно. По-моему, кстати говоря, я забыл взять багет, возможно, на предыдущем этаже. Немножко только надо обращать на свой лок, собственно. Он не сильный, но в некоторых ситуациях чувствуется все равно, если увлекаться особенностью спаума этим оружием. Блин, то, что он так еще наводит наверх, это, конечно, безумно удобно анимации атаки. Можешь стрелять просто, как тебе приспичит. Напугали вроде как нам этот сам, как его. Тихо. Напугали нам, по-моему, торнадо не особо как-то будет играть. Там арена у него не то, что ему маленькая совсем. Она такая небольшая, но на деснице лучше отработает. А отражать каких-то бомб не получится, потому что там просто бомб, по-моему, нет. Тихо. Ага. Тихо. 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 Немножко стрёмно было, зато две тактики с амулета теперь у нас будет. Знаете, такое бывает, когда находишь такой амулет, потом долгое время не можешь найти, чем его заменить, потому что он тебе вначале попался. У него там и защиты маловато он дает, да, меньше, чем средние амулеты в итоге. И два параметра, только вместо трех хотя бы средних таких. Но в то же время найти две тактики, и там один бутранс, и один живучесть, и бывает проблематично. Бывает, за весь объект такой амулет, можете не смениться вовсе. Потому что что-то более выгодное, что-то такое же по дамагу, но более выгодное за счет этого параметра, так может и не выпасть. Да, и по всякой мелочи, такой даже мне криты нафиг не сдались, потому что вроде у нас разница критов огромнейшая, но на самом деле базовый ДПС у него тоже не быстро, но он моба вполне себе скашивает. И тем более сейчас с ядом дополнительно, это будет еще проще. Не то, что он прямо как-то сильно решать будет, но все равно это в любом случае только плюс для нас по урону идет. Так, кто там сверху же стреляет во мне? В итоге я кисовые вообще не юзаю, но они еще разгоняются просто. Они так на обычных мобах, не особо толстых, сейчас у меня особо не то, что раскроются. Сами по себе их юзать? Блин, они конечно очень кайфовые. Тут просто во всех ситуациях проще юзать чисто духовую трубку, она издалека бьет. И урона ей, как бы она получается у нас, если спину, то она критует и критует очень сильно, если она не спину бьет, то она бьет примерно как кинжал, вот это вот мои клыки. Клыки конечно потом станут сильнее мочить, но они до этого скорее всего не дойдут и моб умрет раньше просто. Не дойдут до своих критов. Облако яда есть с топорика, но мне оно по-моему не особо надо. Есть топорик с уроном по ядам и седьмого уровня. Давайте здесь возьмем его и я думаю, знаете как сделаем. А, как там у нас? Чпоньки, 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 чпоньки. Так, что у нас еще? Может что-то интересное найдем, конечно, но я сомневаюсь, просто посмотрим хотя бы. По горящему напалу можно было бы сыграть, если говоря тоже. У нас есть турель огненная, если по ней играть. На боссе это очень большой такой ДПС добавит мне. Очень много можно выдавать. Правда на пугале опять же проблема, потому что в спину его бить задолбаешь. В том числе, отчасти ради него я взял себе детский топорик, хочу попробовать с ним. Если не попрет, то будет капитан. Фирин на нем не знаю, как зашел бы. Потому что все-таки ты получил один урон, а получить урон на пугале совершенно легко. И все, у тебя минус один навык. Может хотелось бы что-то более стабильное такое. Так, мне за духовой трубкой туда лезть, если честно, как-то даже немного впаду, учитывая, что она будет низкого уровня, пятого или шестого, что-то такое, пятого, наверное. Погнали на выход. Я не буду всех мобов убивать. Я не то, что гоню сильно за золотом, впрочем, надеюсь, что портал в состоянии нигде не пропустил. А два раза, да? Хотя мог пропустить, если он здесь заполнился. Потому что я не всю локацию зачистил все-таки. Но посмотрим, в общем-то. Сегодня, на самом деле, у меня есть что обсудить касаемо и легендарок, к сожалению, опять же. Так вышло немного, скажем так, потому что я все-таки начал писать потихонечку тексты для отдельного видео про всякие моменты Dead Cells, частые вопросы и прочее, на что я устал отвечать. И там получилось уже очень много пунктов, которые я для себя выделил. Я что-то такой, ах, нет, куда так много-то? Так, что мы берем, кстати говоря? Чутье охотника мне, наверное, не то, что бы надо. Вторую мутацию смотреть. А крыльяк можно себе брать для того, чтобы детский топорик из него выпускать и терять. У нас он там был бы, но я думаю, что мне не то, что бы это сильно надо. В упор, кстати говоря, хорошо работает с духовой трубкой, потому что зачастую в упор оказываешься как раз. Ну, кстати, давайте возьмем, а? Сейчас, мне кажется, это хорошо будет работать. Это добавит урона тогда, когда я по фронту бью врага. Сблизи. У меня сразу целая куча урона. В том числе есть кое-что у меня рассказать касаемо того, что снова я там готовил, но на самом деле не самый удачный опыт мой. Но все равно поделиться хотелось бы. Но, может быть, это будет уже после этого этажа потихоньку. Не знаю, посмотрим. Так, тактика, да. На расколотах светильщик мне будет не до этого, скорее всего, просто, например. Просто застреляем его, да, урона не густо. Так, чисто, если с стрелами зафигачивать. Типа, мухой. Чё-то я вот этого метательного ножа не заметил как-то. Лишнему риску себя дважды сейчас подвелась, честно, не подвела. Так, торнадо. Но торнадо чаще запускать, но, блин, конечно, всё равно, без чутья охотника юзать его не то, чтобы часто сможешь. Так, уходим, 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 всё в порядке. О, у меня аж детский топорик есть, я про него забыл. Я что-то думал, что у меня куки до сих пор. Короче, просто мух спилить и всё. Потому что с мухами сейчас у меня с толпами так не очень удобно разбираться. А что я тут нашёл? Ещё несколько раз специально пострелять, и потом уже потом сбить атаку моба, открытием портал. Ну и погнали в портал, собственно, сразу же. Нам нет смысла особо как-то набирать 60 килов или чё-то такое ещё. Ну вот то, что я и говорил, да. Сейчас попробую найти амулет нужного цвета. Я не буду убрать даже временно, хоть мне дал бы больше хп, ему меньше хп потеряли бы процентно. Если были бы с этим амулетом здесь, если потеряем всё-таки. А у меня дуб порошков нет, кстати. Не получится выровнять в случае чего. Тут главное... Да, не получилось. Тут главное, знаете, как в чём прикол? Ну главное, временем Койота воспользоваться. То есть отпрыгнуть не так вот, да? А когда ты уже... Вот не так, а вот так. Когда ты уже как бы свалился с этой платформы, и вот тогда прыгать, тогда ты спокойно достаёшь здесь. Потому что до сих пор там люди задают вопрос, типа, как в таких местах проходить? Тут именно, что механика и вот это вот время Койота, которое в платформинге присутствует. Приятная механика. Им воспользоваться. Если ты попал в него, тогда ты легко долетишь с двух прыжков. Как раз-таки идеальный. Ты там очень удобно в ритм попадать тогда получается. Тихо. Как я по таймингу протиснулся, да? Красиво получилось. Тихо, вниз. Отлично. По красоте всё сделали, надо будет вернуться ещё. Блин. У меня в прошлый раз был такой, что я получил урон с ядом, восстановился ролей эффектом, и не понял, почему меня не восстановило. Там, оказывается, я-то мне было, который мне сразу жрали эффекты. Вот здесь тартары у меня и улетел. Такая подлая атака получилась. От скорпиона я просто даже не обратил внимания, от чего отхватил. Поэтому не врубился тогда. Так, до магазина уже добежали. Причём за мной даже никакой погони нету. Тяжелый турель, который отравляет врага чисто. Но мне в отравлении не особо надо. Формирует облако яда. Громоотводы. Нет, 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 нет. Всё не то. Хотя громоотводы, на самом деле, поменять было бы неплохо. Облако яда по кончению эффекта. Зачем? Это так, наверное, что на местах громоотвода, да? В двух точках, то есть даже будет облако яда. Ну, не знаю даже насчёт этого. Турель-огнемёт с уроном по яду. Могли бы взять себе на следующем этаже, на боссе она прям разнесёт у нас всё. Так, я хавку со серии не находил, да? Не находили. Золото в этот раз даже тратим активно. И я нашёл турель-огнемёт, которая сильнее нашей, но в то же время мне без разницы всё-таки на то, что она отравляет, блин, капкан хороший. Я яд могу самостоятельно легко накапливать. Если я еду так и не выбью, то, скорее всего, я пройдусь по этажу, потому что я бы не против был бы восстановиться. Тактика у меня здоровья будет, в принципе, не густо. Я его легко буду терять, поэтому... Вот так вот, просто всё. А вот наш хавку, кстати говоря. Хавка есть, так, к сожалению, не то, что нам надо. Не тот амулет. Так-так-так. Ух, какой он быстрый. Да, элитка всё-таки. Нет. Красиво. Ну, поджидал тайминг, но что-то не ожидал, что он настолько быстрый будет, тем более, что я даже умудрился успеть запрыгнуть наверх. Нали он на всякий случай пальнулся на... Чтоб чекнуть, там есть мука какой-то или нет. Так, это у нас... Ох ты ж, блин! Мобы-то были, я такой думать, типа, странно, что никого нету. Ну, ладно. В итоге я начал смотреть на карту и что-то вообще не заметил этого рампейджера. Так, у меня всё, да, конец. Это было, конечно, в конце очень глубокий пропуск урона. Так, ну и зажжу рассмотреть ничего не будем, всё равно. Так, и куда я там хотел в клематорий, да? Остаётся мне. Поехали. Касаемо легендарок, просто там мне поступил один комментарий. Касаемо прошлого забега, касаемо того, что я рассуждал там, касаемо того, что я заметил там, с уроном какие-то проблемы были, я объяснял это всё. Человек решил поддержать донатом в 123 рубля сердечком. Это ML23, за что ему большое спасибо. Написал следующее. Сколько там процентов? Это увеличение получаемого тобой урона от врагов, а не повышение носимого урона по врагам. По скриптам, спасибо за твоё творчество. Фьюри, проходи на NG+, чтобы пройти на 101%, хотя может сейчас получится на 100%. 101% прямо сейчас, то есть. Подробный коммент по процентам в комментариях подоцелился от 1507 до 21. Почитай. Я почитал, я ответил человеку, но хочу ещё раз как-то объяснить немного этот момент, ребят, что вот этот вот бонус, что это такое, потому что мне кажется, не все понимают, что это. Почему здесь плюс 250%, да, например, а у домовой бомбы написано было минус 10%. Потому что у оружия может быть только плюс процент вот этот вот. У навыков может быть как плюс, так и минус. Если плюс, это значит, что свитки, не свитки, как это, уровень оружия, точнее, повышают урон самого оружия. Если же здесь минус, то оно понижает урон по нам. Это не повышение урона по нам получаемого. Просто мобы с этажами, как бы, очевидно, что и с клетками они бьют сильнее. Но это не повышение урона по нам, отнюдь нет. Легендарки, как бы, хороши не этим явно. Я сейчас, наверное, выведу на экран, собственно, полноценно это, потому что я ещё с Вики там расскажу некоторый момент интересный. Вот он написал, это ВЧ, получаем от того урона, а не повышение носимого урона. То есть это вот опция. Хотя на самом деле она по факту, вот у тебя есть базовый урон, допустим, оружие 100, и написано плюс 200%, значит, его урон будет увеличен на вот это количество вот этих процентов. И по факту твой вот бонус, сила твоего оружия исчисляется не базовым, не итоговым уроном, числовым которым, да? Круг-круг разина твоего оружия, да? А вот этим процентом, который показан. Именно он формируется из левела оружия и из его качества, то есть там S или плюс-плюс там или L, который вообще ничего не даёт, но об этом сейчас позже немножечко. На дымовой шашке, ледяной гранате эти значения уходят в минус. Они уходят в минус, потому что это другое значение. Не потому что они... Не потому что это значение в минус, а потому что они дают тебе резист. Там у тебя повышение урона оружием, а тут у тебя именно резист. Потому что, допустим, у дымовой бомбы... Что ты будешь бафать? У меня вопрос. У дымовой бомбы, чтобы вы понимали, урон единица. Здесь-то не указано, но это указано в обычной игре, как бы, в менюшке. Там есть написано урон единицы. Ты его бафнешь на 300%, у тебя будет что? 3-4 урона. Типа его бафать нечего. Поэтому такие саппортящие навыки, отчасти, да, как вампиризм тот же. Что ему бафать? У него сила эффекта его скейлится от параметров. От левела оружия она не скейлится. У него от левела скейлится только вот этот вот резист. Только этот параметр. Поэтому у тебя тоник будет 4 уровня или 10. Работать сам по себе он будет одинаково. Просто он тебе пассивный резист даст больше защиты от урона. У ледяной гранаты аналогично. Она тоже не бьет, у нас основная функция у нее заморозка все-таки. Как и у станющей гранаты тоже. Там есть у него небольшой урон, но он копеечный. У двери тоже, типа, что ей бафать у нее? Именно резист повышается с левелами. У ледяной брони аналогично. И так, сейчас давайте продолжим здесь немножечко. Скажем так, проверить написал, что это очень легко на 0.3 клетки босса. Переключаем и удар от моу без снаряжения. Потом берем первое оружие, второе снаряжение и сравниваем полученный урон. Разница колоссальная. Нет, разницы у тебя полученного урона не будет, если ты просто возьмешь себе оружие. Тебя моу будут бить так же сильно. Если ты возьмешь себе оружие, навыки точнее, ледяную гранату и встанющую и так прочее, само собой урон по тебе понизится. Как и если ты возьмешь амулет. Это тот же самый бонус. Только оно скелится все, если что, по очереди они суммируются. То есть там есть у нас защита от читата 85%, есть от амулета 15%, там с навыков по 10% все это не сделает себе урон в 0. Поэтому легендарки стали очень крутыми. Огромный буст дамага, немного меньше урона по тебе. Нет, легендарка не понижает урон по тебе. Этот бонус это только наносим урон самим оружием. Ну как всегда у меня за окном уложен. Вы поняли, да? За окном просто мне тут поясняют. Так вот, аффиксы всего 3, но один всегда легендарный или даже 2, да. Плюс звездный. Звездный это и есть как бы как раз таки. Звездный аффикс у него есть всегда, а вот легендарный звездный это то, что может быть только у легендарок и только у некоторых. Так же и звездный аффикс на 15% урона. Это да, это звездный аффикс, но он есть и у обычных оружий, многих в том числе. Поэтому это как бы не стоит на это прямо так рассчитывать, это не в аргумент. Плюс 372% урона, это как раз таки может быть у вас оружие качеством. И это бонус именно урона этим оружием. Это не получаемый тобой урон. Получаемый урон повышается следким босса с этажами и так далее. Но не от того, что ты надел какие-то оружия. От навыков может поменьше, понизится именно. Но не повысится ни в коем случае. И так же меня это заставило почитать поконкретнее. Я это как бы так примерно знал, но ни в конкретике, ни в числах. Как именно работает у нас, почему легендарки не настолько хороши все-таки. Я, ребята, об этом еще отдельный ролик как бы у меня будет, где я некоторое время этому уделю в том числе. Но сейчас так кратенько пробежимся. Есть такая вот на Вики, это английский Вики, но я поставил автопереводчик себе сейчас, включил если что. Есть раздел Gear. И вот здесь столько, ребята, информации. Прежде чем спорить со мной и... Все-таки я как бы много чего знаю в игре, просто не люблю это, знаете, так агрессивно и уверенно подавать. Вот изучить стоит вот хотя бы такие вот моменты базовые, как вот эти вот все вот эти опции, и это только одна страничка Dead Cells. Касаемо, например, качество снаряжения, это термин, то есть Gear Quality. Термин используется для обозначения уровня улучшения предмета. Он отображается как плюс, 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 S или L. То есть это качество, что мы там при апгрейде у кузнеца. Либо L, который базовый есть, легендарка означает, да, у нас. Качество снаряжения наделяет предмет следующими характеристиками. По большому счету он просто повышает его Gear Power, то есть мощность. Это итоговое как бы значение силы снаряжения, которое складывается от уровня и от качества. Получает, что плюс качество дает нам плюс 2 к мощности снаряжения, плюс, плюс, плюс 4, S плюс 6 к снаряжению. То есть у нас снаряжение, допустим, 4S, оно будет по силе как 10 просто. Просто 10 в уровне. Качество легендарки, я не знаю, почему здесь так переведено в какой-то передаче, когда здесь написано тоже Gear Quality, Increase of Gear Power. Вот написано, какая-то мощность передачи. Вообще-то не увеличивает мощность передачи. То есть легендарка изначально, если не смотреть на дополнительные параметры со второго цвета, она 4 уровня S оружия будет по силе как легендарка 10. То есть легендарка, выпадающая с гиганта тебе, там же 10, по-моему, да? Она будет по силе как оружие, которое ты получаешь в начале игры. Понимаете? И при этом там будет меньше аффикс. Да, у тебя итоговый урон выходит больше числовой, потому что у тебя больше параметров, но сама по себе легендарка имеет еще очень сильное отставание. Поэтому, если у тебя 7 параметров на втором цвете, это не то же самое, что у тебя было бы оружие S-качество и плюс 7 параметров MainStat. Нет, это как было бы оружие S-качество, и там может быть плюс 3 или плюс 4 параметра MainStat. Это все равно много, конечно же. Но просто многие этого не понимают, поэтому я тут так уж много времени пришлось мне на это уделить. Ну и дальше говорится, что типа там вся особенность легендарка, что там штабируется от двух параметров. Почему-то мне до сих пор про это пишут, как будто бы я этого не знаю. Делать время бесцветно понятно. Стоимость аффиксов дешевле немножко. Приятно так дешевле, но это все равно не позволит себе прямо легко найти все-все-все. Все равно найти на легендарке нужно, мне кажется, труднее. Тем более, что аффиксов очень мало. И принудительно один аффикс хотя бы будет звездочный у нас. Ну и позволяет два одинаковых элемента искать. Ну и дальше здесь пишется про мощность как раз-таки снаряжения Gear Power. Это термин использован для обозначения выходного уровня предмета, то есть итогового, грубо говоря. Это скрытое значение, которое представляет фактическую мощность предмета с учетом его уровня и качества снаряжения. По сути, оно просто суммируется у нас здесь. Исходя из уровня снаряжения предмета и прибавляется в бонус от качества снаряжения, то есть S++ и так далее. Например, тяжелый арбалет краски. Здесь приводится пример 4++. Имеет уровень экипировки, 4 римские цифры, да, у нас. И качество снаряжения плюс-плюс, что добавляет ему 4 мощности снаряжения. То есть итоговой его силы будет 8. Была бы эта легендарка, соответственно, у нас было бы 4 от римской циферки и 0 от легендарки. То есть остается 4 уровня оно. Вот такой вот момент. Это означает, что предметы имеют базовое увеличение урона 129% и 3 слота для апексов. Потому что дальше здесь у нас пишется. Можно развернуть. Мощность снаряжения влияет на количество апексов на предмете и общее увеличение или уменьшение получаемого урона. Уменьшение или повышение, это как раз-таки разные типы снаряжения просто есть. Снижение получаемого урона. Я сказал, это только у навыков есть и только у определенных, которые саппортящие. И тут сказано, как раз-таки мощность снаряжения, гирпауэр, это итоговое значение. Это не левел оружия, а сумма левела и плюс от качества. Показано, сколько у нас будет. Соответственно, 11% это оружие 12 уровня, S-качество. 11% оно режет. Потому что 12 плюс 6 АТС качество. 18-ый гирпауэр выходит. 11%. Почему здесь 19? Потому что раньше было в игре 13 уровня снаряжения максимально. Сейчас его нету. И, соответственно, показывается, насколько у нас повышение урона идет у оружия. В соответствии с левелом. То есть легендарка у нас, если смотреть, 10L. У нее плюс 187% бонус урона. Только лишь вот так вот. Что у нас было, как раз таки, в прошлый раз. Если же у нас будет оружие 10S, то у него будет 10 плюс 6, будет 16. У него будет плюс 312% урона. А ты можешь найти S-оружие, причем 12 уровня. То есть у него будет плюс 345% урона. Легендарку же ты 12-ю хрен найдешь. Обычно там максимум 10-ю, как правило. 11-ю, не помню. Может быть и можно. Типа найти ее на пятистале или там из элитки, может быть. Не уверен. Плохо помню. Ну, в общем-то, и типа здесь как раз таки, вот типа за один левел ты получаешь маленький бонус к урону. Вот как плюс 4%, но плюс один аффикс. Дальше ты к аффиксу дополнительный ценот не получаешь. Но ты получаешь много урона. Потом ты снова получаешь много урона. Не получаешь аффикс. Получаешь мало урона, 4% на этом левеле. Получаешь еще один аффикс. И так дальше и идет. У легендарки же у нас вот, выходит 10 уровня. Поэтому у нее, с точки зрения логики игры, все правильно. У нее 3 аффиксы выходят. Потому что она по качеству как 4С, которая выходит в 10. Соответственно, снижение урона как раз таки легендарку, если ты возьмешь, допустим, ледяную или левушающую гранату, у нее снижение урона будет намного меньше, чем у обычного предмета. На 6% будет вместо 10 или там 11% если найдешь 19 уровня С предмет. То есть базовый урон у легендарки ощутимо меньше. Прямо заметно. То есть там 187% либо 345. В сравнении. То есть вот такой вот аспект, ребят. Я решил немного это подразобрать. Просто для меня такие вещи, как бы они... Я это в принципе плюс-минус давно знаю. Но обычно я, знаете, не люблю себя корчить прямо такого жесткого знатока. Но из-за этого люди начинают думать, что я как будто бы не понимаю что-то в игре сам. Поэтому иногда такие моменты я предпочту все-таки разобрать. Но отдельное видео еще со всякими моментами, в принципе, по игре я потихонечку буду готовить. Но сейчас я так, знаете, может быть не очень слаженно. Спрашивали меня, типа, зачем отдельное видео? Там нарезал бы просто то, что ты говорил. Сейчас это все, знаете, так абсолютно лайвовым форматом. Не так убедительно может даже звучит. Потому что тоже, соответственно, без какой-то подготовки я это просто говорю. И читаю просто вместе с вами сейчас. По большей части выдумываю на ходу. Ну, то есть не выдумываю, а формулирую на ходу все. Поэтому не так все слаженно звучит, не так убедительно может быть. Но вот такие моменты, ребят, стоит учитывать. Да, легендарка все равно она по чистому дамагу, она будет сильнее. Если ты не играешь с аффиксами, или если с аффиксами очень повезло. Но на первом этапе игры, вот пока у меня, допустим, два параметра. В дополнительные статы. Она будет, в принципе, ощутимо слабее сейчас у меня. Если у меня сейчас легендарка попалась бы, она была бы слабее, чем мои шмотки. Потому что без скейла параметров как раз-таки она прям вообще ни о чем. Когда же у тебя параметров начинает наваливать столько, что, соответственно, даже шесть разница в гир пауэре, она становится меньше, чем то, что у тебя параметры. То, конечно, да, легендарка выходит вперед. Но только в таком случае. То есть во второй половине забега только, она становится, по большему счету, уже покруче обычного предмета по чистому урону. Но слишком много времени мне приходится посвящать, к сожалению, этому. Потому что многие как-то то ли увидели где-то, то ли что-то еще такое, я не знаю. Это как бывает тоже. Увидели одно что-то, знаете, и все начинают это юзать, при этом особо не пытаясь включить свою голову, собственно. Такое просто я уже неоднократно, в принципе, замечал на ютубе. Легендарки все равно, как бы, я говорю, ребят, опять же. По чистому урону они будут в перспективе сильнее. Я не спорю. Касаемо, говорим о парнише, в принципе, не задаемся вопросом, он багнутый. Именно легендарный. У него урон там, в принципе, какой-то сломанный. Поэтому это тоже не подходит под общую статистику, под этот разговор, в принципе. Я, кстати, там проклятие попутно. Не даже как-то... Увлекся и не о том говорил абсолютно. Так что вот, ребят, все. Я уже сам устал, на самом деле, про это говорить. Я знаю, что я многих, может быть, задолбал. Я сам не люблю так вот водиться насчет одной темы столько времени, но, к сожалению, иногда приходится, потому что комментарии я одному человеку отвечу, а 10 человек этого не услышат, те, которые напишут это дальше. Так хотя бы больше шансов. О, первая тактика, отлично. Так, и касаемо дальше потихонечку можно, значит, рассказывать, наверное, касаемо того, что я недавно готовил. Ходил я снова в магазин «Колхоз», так называемый. Причут проехаться, потому что нахрен... Ох, ты же, блин, еще проклятся. У меня была мысль, что тот был дополнительным. Что-то он как-то вначале мне там так попался, по дороге прямо. У меня была мысль, что у меня появится здесь второй. Хорошо, давай сначала тогда зачистим его, наверное, а потом уже продолжим, тем более, что у меня есть очень неудобно. С телефона я все это уже потерял здесь, как у меня. Что? Хотел я сделать... Хотел сделать салат с курочкой. Во-первых, я обожаю типа салат из курицы, в принципе. И хотел, в принципе, курочку прижарить, там, замариновать ее в терияки. В соусе. У меня там есть типа с сенсой, по-моему. Не скажу, что он какой-то прямо омега-хороший. Там терияки должен быть таким более-менее густым, насколько я знаю. Упс. Так иначе идет аталитка. Ну, короче, добьем это таким образом просто. Потом там не упали еще защита, на 60% получаем урона, по-моему, от легендарки идет, от алтаря. Так, отойдем. Тихо. Мотоциклетные перчатки там у нас есть. Все, сняли, проклятие, отлично. Так, давайте легендарку, наверное, продадим здесь. Два фикса. Блин, надо было показать вам, сколько у нее было урона. Типа, я не обратил внимание, какого она была левела. Давайте возьмем себе еду, короче. Но у нее урона было числовым значением, вот именно не числовым, а процентным здесь, который по факту есть бонус. А это наш итоговый дамаг, который скеллится от гирпауэра и от свитков. Итоговое значение там тоже должно было быть меньше, скорее всего, кстати говоря, чем у мотоциклетных перчаток, если бы они попались бы мне сейчас. Если бы они у меня были с качеством того же левела. Ай ты, падла, все-таки ударил меня. Не ходил специально на портал испытания раньше времени, потому что боялся, что солью там свой киллстрик, но слил его другим способом, по итогу. Вот хотел я себе замариновать курочку в этом терияки-соусе, который я покупал, и добавляю его себе просто по незнанию, куда попало, по большому счету. Там был груз варю, например, добавлю себе туда шрирачи, добавлю терияки. Мне типа норм, он такой солоноватый, типа. Потому что у нас на основе соуса, я так понимаю, он, в принципе, такой густоватый, но не совсем густой, но не то, чтобы какой-то дорогой прямо был. Я потом там вставлю все фотографии и так далее, но это будет то, что там я в переходе где-нибудь, где я буду подводить итоги, скажем так. Не скучно, что в этот раз у меня были какие-то успешные, скажем так, тесты. Как если с супчиком, например, как я рассказывал, или с бутерами, я прямо мне в балдеж был, то вот сейчас это не настолько удачно все получилось, типа. Съездил я, короче, в магазин-флухоз, там, где есть куриной грудки, какие-то, как я и говорил, свежие. Потому что в магазине зачастую я просто не могу мне, а не пахнуть чем-то прямо не очень. Как-то полежали прямо. Сходил, купил там кило сто, по-моему, мне на все это хватило. В принципе, я до сих пор там пару дней назад это вечером сделал, и до сих пор у меня это еще осталось. Я все не съел. Как у меня спина? У меня почему-то не знаю. У меня капец, как спина устает, когда я целую тонну времени на кухне что-то готовлю. Уже не первый раз замечал. Просто охреневаешь. Тут пока ничего не берем. Съездил туда, сходил в перекресток, купил в перекрестке. Я долго не знал, что добавить в салат. Я хотел сделать салат с яблоком, с куриной грудкой, потом дальше подумал, что, может быть, туда кукуруза была бы хороша. Была мысль, что у меня апельсин зайдет еще туда. Такое в сочетании в этом. Кому-то может показаться зимтики, ребят, не зацикливаясь на том, что вы не пробовали на вашем восприятии, типа, что фрукты это какой-то, в смысле, для салата там, или что-нибудь на том духе. Нет, салаты бывают все-таки разные. У меня нет в этом плане каких-то зажатостей в рамке. Восприятие я не против попробовать что-то и такое. И мне тем более, что реально просто хотелось. И фруктовый салат, я сам не то, что большой фанат. Знаете, как есть какие-то сладкие роллы, типа, я их особо не пробовал, да и меня не особо тянет. Там, типа, знаете, там ролл какой-нибудь там в блинчике с апельсином, с мякотью апельсина именно. И вот все в таком духе. Но меня, например, на такие особо не тянет. Но я вполне себе подразумеваю, что кому-то может такое нравиться и вполне себе адекватно. Так и салатом тоже с апельсином, там, с яблоком. Тоже абсолютно нормально, я смотрю. Тем более, что когда-то я уже делал салат с яблоком, с курицей. Мне понравилось сочетание тогда очень. Я тогда рассказывал об этом тоже. Кто-нибудь наверняка помнит. Я сказал, что вкус какой-то особо не получился, вроде как, да? Это не такой яркий был. Но мне безумно понравилось сочетание яблока, на который немного палит лимонным соком. Потому что вкус реально офигительный. Я даже так потом просто яблоко нарезал и поливал лимонным соком немножко, потом вот так вот трескал. Протомнил, пока скомнился, не заработал себе, пока, значит, так, язык не начал чесаться практически. Низык, точнее, а, значит, так, зубом щекотно, как будто бы. Когда что-то такое кислотное прямо похаваешь. Бывает такое почему-то. Ну, очевидно, почему, в общем-то. Так вот, здесь я решил тоже, собственно, лимончик бы использовать, но у меня, я в этот раз решил не лимон покупать, хотя у меня лимон, по-моему, и так был дома. Но я, короче говоря, юзаю просто сейчас чисто лимонный сок, лимонный концентрат, там 200 мл за 100 рублей. Гораздо удобнее, не надо париться с выживанием лимона еще. Тем более, что я воду с лимоном, соком и лаймом постоянно пью. Так, берем себе тактику. В общем-то, решил я сделать салатик вот так вот. То есть, я не знал с чем, я начал там смотреть всякие рецепты. Что-то там подумал, так посмотрел. Вроде так, юзают вполне себе. Но, по большей части, я теоретически просто предполагал, что, по-моему, сочетание яблока и апельсина с куриной грудкой и с кукурузой вполне себе должно адекватно зайти. Другое дело, что... А, опять на место. О, попаду. И сейчас попаду. И сейчас попаду. Потому что время койота. Потому что здесь сразу-то чувствуешь, ты допрыгнешь или нет. Сразу это знаю. Да елы-палы. А вот сейчас могу не допрыгнуть. Нет, допрыгнул. Допрыгнул, все, нормально. Окей, хорош портал испытания. Так, у меня мобы еще не все померли, кстати говоря. Не всех убил. Может туда пробежаться. Может 60 килов все-таки сделаем. Пока там мобы еще попутно наспавнится у меня по дороге. За почти 4 стака хвори. Хотя я что-то не вижу, чтобы у меня хворь сейчас набиралась, кстати говоря. Так сделаем. О, там, ребята. А, вот теперь хворь очищена. Отлично. Наверное, медленно набирался, потому что мало врагов осталось на локации у нас. Тут целый кучей этих еще и. 50. Я, конечно, не гуру, но здесь нихрена нету. Не осталось столько мобов, сколько надо мне. Осталось 5 мобов от силы, а мне надо 6-10, как минимум. Там еще не будет жуки остались, эти пиявки маленькие, то есть. Так, ну и что касаемо еды? Касаемо еды, я, наверное, покупать ее не буду. Да, пойдем так. Так вот, другое дело, что к такому салату не зайдет майонез какой-нибудь классический. Мне так показалось, по крайней мере. Потому что это все-таки такое, знаете, фруктовая штука такая, легкая. И лучше, наверное, какой-то соус на основе йогурта. А я с таким дел вообще не имел, вообще не знаю, что, к чему, как, какой йогурт покупать, где это вообще. Это же не какой-то йогурт, который ты ложками хаваешь, наверное, а какой-то для соуса специальным. Поискал немного, что-то вроде как увидел. Решил вдольго забить и решить на месте, когда в перекрестке буду. Вдольго в перекрестке я все-таки нашел йогуртку, это там минут, наверное, 7 ходил в разделе молочки. Нашел йогурт, на котором написано «Для салата в том числе». Я такой, о, зашибись, мой выбор, моя основочка. В итоге купить решил его. Он, я решил взять без какого-то особого вкуса, то есть там были какие-то там ягодные, сладкие. Я решил взять просто классический, чтобы это не значило. А, еще дальше никак, да? Стоять на месте. Ладно, выпущем. Допустим торнадо. Не-не-не-не-не-не-не-не. Господи, что я делаю? Красиво было, однако. Я типа, знаешь, ты зачастую себя игру, веду себя в игре так играюще. Не серьезно, абсолютно. Но это не значит, что я мало чего в этой игре видел, чего пробовал и, в принципе, знаю теоретически. Потому что очень много замечал такого, что чем менее, скажем так, чем более так играющий и ненапряжно ты рассказываешь все, тем меньше люди думают, что ты действительно шаришь в игре. Тебе не ванат такого, знаешь, когда просто убедительнее звучит лишь от того, что как ты это подаешь. А не то, что ты по факту это знаешь. Я просто не люблю так уверенно прямо так все затирать. И вот смотрите, вот. Девятого уровня капкан, но L качественно, 158% фурона. У меня здесь седьмого качества торнадо, седьмого и турель. От того, что это разное... А, нет, восьмого туреля, но от того, что это разное оружие, как бы у них бонус итоговый тот же. Но тут у меня 158% фурона. И здесь 1050. Был бы это капкан седьмого С уровня, здесь было бы 250 тоже. Это неполученный урон по нам, неполучаемый. Это именно что сила самого оружия. Просто я смотрю, что люди реально по-разному все думают, почему легендарки хороши, а почему нет. Но на самом деле все намного проще. Как я уже все это объяснил, в общем-то. Так, мы идем пока в расколтое святилища. Надеюсь, что я в сечении них как-нибудь потихонечку расскажу все это, в общем-то. Что меня тут прерывают и так далее. Я помню, как я давно когда-то делал, мариновал курочку дома, типа, не мариновал, как, знаете, такое. С лучком там, со всякими таким. С майонезом, по-моему, там было. И, в принципе, получалось очень балдежно таким. У меня котлетки, правда, я делал тогда. Но там, типа, запах был прям офигительный. Тут я решил их... Йогурт, короче говоря, я купил, да. Трудно так рассказывать, когда ты прерываешься до сюда. Ну, а о йогурте и о салате, наверное, немножечко попозже. Я сначала про одно расскажу. Ай ты, блин. Почувствовал еще до того, как получил урон, что сейчас отхочу. Спортивное место. Тут у меня что? Магазинчик. Так, кстати говоря, давайте курочку сразу купим тогда себе. Чтобы было побольше пока. Вот я не знал, на самом деле, в чем замариновывать курочку. Но там, типа, на этом, как раз-таки, на терияке, вот в соусе у меня было написано, типа, соус-маринад, что он годится и для того, чтобы мариновать. Я решил такой, типа, о, окей, хорошо. Попробую. Да, ты, блин, я хотел специально, вот, загорел ловушку, но очень тяжело. Сначала я не увидел кнопку, где она там. Потом понял, что она стоит на ней, и мне, как мне, очень удобно будет толкнуть и кнопку, и обратить по нему, конечно. Но в итоге этот хотел, короче, ладно. Отправьте сундук. Я, короче, сначала чекну, не хочу рисковать, потому что слишком уж максимально ущербно. Поставили здесь, конечно, этот сундук. Еще я могу сказать. Вы просто вынесем. Тихо. Тихо. Жесть какая. Главное добраться до блока, и чтобы не было вот этих гадюк рядышком, которые кидают отживилин из-за экрана вообще, который ты даже не видишь, чтобы увернуться. Маринад для курочки в итоге я импровизировал, на самом деле, сам не знал, что добавить. Но сейчас об этом тоже мы вернемся. Что это за жизнь, блин? Я сюда не пойду. Я пока подожду, ребят. Так, сделаем. Так, отлично. Вот рубаки, это моя остановочка. Вот это то, что надо. Этих мулов я понимаю нормально. Отлично. Так вот, в итоге я просто посмотрел, что у меня, как говорится, что было, то кинул, да? На основе терияки. Думал, может быть, луча туда надо добавить, но не стал все-таки. Потому что я показал, что будет много, слишком всего. Ух ты, блин, джавелин. Да, ты серьезно? Он два джавелина в меня попал. Причем он попадает и не телепортируется. Я говорю, этот моб просто... Я его цензурным словом назвать не смогу. Вот, кстати говоря, тоже. Детский топорик девятого уровня. И там, и там. 158% урона. 283. И смотрите. Урон итоговый ДПС. 8675, 8903. Разница минимальна. А разница потому, что у этого топорика плюс два параметра идет. То есть, при плюс двух параметрах он чуть-чуть сильнее, чем обычный. При плюс трех уже значительнее. Но это без аффиксов нормальных. В то же время. Угу. Вот, чувствуется разница. То есть, как бы, урон сам итоговый показан. Вот. Для сравнения. Что он... Что еще два параметра, на самом деле, со второго стата уходят на то, чтобы легендарка хотя бы догнала обычный предмет. А учитывая, что это парик вообще 12 уровня могу получить, то и подавно там три параметра возьмешь, и там едва ли легендарка будет лучше еще. И с обрезанными аффиксами. Поэтому как-то так. Так, но касаемо здесь все-таки, я не знаю, стоит ли брать мне ее. Один аффикс яда я могу найти. Просто что-то интересное я зато не сделаю, но один аффикс, в принципе, еще есть шанс найти. В общем, в талатуре, короче говоря, я себе тогда этот. В общем-то, я взял курочку, нарезал ее маленькими кусочками, решил добавить следующее. Я туда добавил приправу для курицы, просто из пакетика обычный такой. Чего? Так, у меня вот вопросы есть небольшие. Вот этой строчке, вместе с вот этой строчкой. Судя по всему, мне, по-моему, писали про это, кстати. Что у духовой трубки аффикс урона по яду остался. Его забыли убрать, это противоречит логике. Игры просто про это забыли. Постоянно разработчики такую невнимательность, конечно, прослеживать свою у них. Просто забыли аффикс этот убрать, потому что раньше он здесь мог быть. Но так, оружие у нас по логике как бы не должно иметь аффикса урона по яду, если это оружие само по себе отравляет. Базу не с аффикса звездного отравляет. Снова у меня там за окном, да. А у нее пассивное отравление есть. Успокоятся они или нет, да? Я могу сейчас почти все защищать топориком, на самом деле даже. Ну, он как бы сам по себе дамажится хорошо, его еще бафнули. И у меня оверстат немного есть. Оптика, взять. Поэтому его дамага просто, даже обычный топорик, не легендарный. Собственно, он выполнял бы такую же роль, так же выносил бы все, у меня сейчас. Это не поставь, так. Появляются, появляются мобы. Музыка, конечно, балдежная здесь, кстати говоря, такая восьмибитная. В общем, взял, взял приправу для курицы, взял терияки, взял копченый перец, который мне жена папы дала сдачи. И взял, что я взял еще? А прованские травы тоже. Там типа всякие вот эти, наверное, там, не знаю, там базилик, тимьян, розмарин. В связке все. Можно юз просто их из пакетика, опять же, тимьян, розмарин и все. У меня есть как в таком варианте, так и чисто смесь какая-то. С прованские травы всякие. И так, и так хорошо заходит, в принципе, мясо всякому. Приятный запах выдает. Но с этим надо не переборщить, иначе будет слишком навязчивый запах, я бы сказал. То, что у меня такое не раз было, потому что я очень люблю этот запах, и я в итоге с ним, естественно, и переборщил, в том числе. Что тут нахрен делать? Я тут потерялся немножко. Куда идти-то, господи? Сюда. Ох, блин, серьезно? Я просто не понимаю структуру этой долбанной локации. Я просто ляпался и даже не заметил это улово. Мне даже другие навыки не нужны, потому что уже оружие как бы сильное. В общем-то решил все это замешать, всю эту смесь, и добавил туда еще чесночка в этом самом, какие-то с чеснокодавки, да. Буквально там два небольших чесночка, чтобы не сильно было прям. И какое-то время оно у меня там лежало, пока я приготовил, приготовил все остальное для дальнейшей обработки. У меня там оно, может быть, часик где-то полежало, я не знаю, на самом деле. Но, как итог, скажу, что не то, чтобы получилось как-то мега вкусно. То есть это получилось вкусно, запах был, особенно при жарке. Но простая курочка с прованскими травами и со специей мне, если честно, даже, наверное, нравится больше, чем от тирьяки. Вот так вот у меня вышло. Но, скорее всего, я что-то не так делал, потому что у меня, опять же, ребят, с этим опыта нет, и я нигде ничего не смотрел, как делается. Хотя я выглядел это более-менее красиво, но в то же время на фотке это цвет совершенно не такой, как был в жизни. Потом я это, соответственно, все покажу. Нет, просто в небольшом количестве масла я это прижарил, потому что с курицей еще вода выделяется, всякое такое, там сок вот это вот все. Поэтому ей много масла не надо, но там потом просто сама по себе найдет, в чем будут охаться еще. Скажем так. Я ее делал просто себе, чтобы было с чем покушать с тем самым как его. О, боже. Слушайте, вот этот моб, это уже второй раз у меня такая подстава, я не вижу его атаки на почве вот этого фона. Он меня бьет, я не вижу его вот этой зарядки. Можно по звуку, конечно, определять, но светлый фон, желтый фон и на нем красный, вот эти вот, красный эффект, он вообще не виден. Визуально не самый удобный, не самый удобный такой момент. Ай, на того, вроде нажал на перекатный. О, господи, что за жесть? Я, я ищу банку пигура, счет у меня чуть не убили сейчас. Жесть какая-то. Вот поэтому я не люблю эту локацию идти, она сама по себе нетрудная, но она непонятная структурно, и какой-нибудь там электрошокер еще мешает. Вот куда мне идти сейчас, надо вниз или нет? Или это все? А тут наверх еще, там фрагменты как-то осталось. Господи. Черт, ногу сломит, серьезно. Локация красивая, но слишком сильно она выделяется на фоне тех, которые и так были в игре. Курицу я себе готовил для того, чтобы было с чем покушать ее, было с чем покушать пюрешку. Что мне тоже предпочитало пюрешку съесть, типа. Я решил в этот раз сделать салат, типа так, чтобы я его прикуску буду есть там или на ужин салат, например, а утром идем, не знаю, пюрешку с курочкой. Ну, кстати, могли бы поискать что-то вообще-то. Например, духовую трубку, кстати говоря, с таким же аффиксом. Я бы не отказался. Вот, смотрите, вот сейчас у меня, допустим, добавился еще один параметр на живучесть, да, и теперь у меня детский топорик уже девятого уровня, по сравнению с этим девятого уровня, он имеет уже не какие-то копеечные числа урона разницы, а две тысячи. Однако, если учесть урон по яду у этого топорика, который идет как к итоговому урону, этот топорик по-прежнему у меня будет сильнее сейчас, если юзать этот именно. То есть я на таких наживых моментах просто пытаюсь объяснить, чтобы наконец-то поняли мысль, которую я пытаюсь донести. А, да, я понял, почему я не забирал этот фрагмент сначала. Так, а где у меня был магазин с едой еще? То ли здесь? То ли здесь, да. пирожки я обожаю делать просто типа бывает иногда при мне опять забыл, северя. Бывает прикольно, когда ты варишь пюре, когда варишь картошку, добавить туда чесночка, а потом он, собственно, когда ты будешь сделать пирожки, он там весь спрессуется, тоже ты его не заметишь, но аромат небольшой, такой приятный будет, в принципе. Он таким мягеньким становится там. Господи. Виздец какой-то. Но типа разница все-таки по хп, если брать живучесть ради одного топорика лишь, или брать брутальность, который, в принципе, универсально повысит себе хп, потенциально время нанесения урона возможно, чем больше, ты больше проживешь и больше сможешь нанести урон. Как бы. Тут это, конечно, не сказать, какой именно вариант правильный. Тут нет объективных чего-то правильного такого. Ух ты. Костюм Рокки внезапно. Я костюм выбил из этого моба. Так вот, какой чертеж в нем показывал мне, что еще у него остался. Я даже не знал. Дневник. Там либо присолить пюре, когда оно варится, либо, соответственно, домашненько на приправу добавить соленый. И мне нравится офигенно еще зелени целую кучу накрошить. Там маслица, там всякое такое. На молоке само собой я делаю. И вот когда с зеленью пюрешка, я не знаю, сколько сильно это добавляет вкуса, но вот это выглядит начинает прямо намного аппетитнее. Я потом тоже все ставлю само собой. Пюрешку-то я рассказываю особо не буду, конечно. Это, я думаю, не стоит прямо так. Так, где-то здесь был параметр, да. Естественно. Естественно. Но просто надо впадить здесь. Именно с таким ударением. Так, все. Магазин. У меня курочка с пюрешкой и салатик еще. Пока у меня жарилась курочка, пока у меня варилась пюрешка, я так нагласно все делал. О, кстати. Это тот самый левел, как раз таки, с 8 на 9, который мне повышает дамаг сильно. Стоит это взять, я думаю. Да. Мне кажется, моя тролли огневая, огненная не особо зайдет, наверное, на пугали, потому что она будет редко его дамажить. Все-таки надели. Бесмертные берега, поехали. Пока у меня все это жарилось, я начал потихонечку нарезать для салата. Курочка, соответственно, у меня варилась, кидать курочку если не для салата, то надо ее в попеченную воду, чтобы она сразу белок свернулся, типа, вкуса в курите осталось больше. Для салата я сначала с керб... с керб... как это... скорбя сердцем мне пришлось чистить кожуру с яблока. Я, типа, не то чтобы фанат ее какой-то, но обычно яблоко с кожурой все-таки ем. Типа, нормально, абсолютно мне. Не только мякоть. И потом, собственно, порезать яблоко я потом, наверное, после этого все-таки вставлю все это. Поскольку еще никогда рассказал. Ну, тоже-таки небольшие кусочки, чтобы было удобно более-менее жевать. И дальше просто я десять раз проклял себя за то, что мне в голову вздернуло добавить салат апельсин. Потому что апельсин если ты добавляешь, если салаты всякие такие места, как и в роллы, да, ты должен добавлять именно мякоть апельсина, ты не должен добавлять туда вот эти пленки. Потому что они и горчить могут, и они абсолютно тепло, неплохо жуются. И когда у тебя нежный там салатик или там нежный ролл, тебе вот эти пленки жевать еще там или вытаскивать их изо рта, это прям такое себе. И попробуйте вытащить мякоть апельсина из этих долбанных пленок. Я понимаю, что тебе кто это... Куда я попал вообще? Не понял. Ему хана, кстати. Даже на криты я могу болт забить на свои, потому что я и спереди убиваю врага легко. Вот так вот. Вот это что здесь за места такие? Господи, ты как туда попал? А вот так, так понятно. Тут секретка еще. С едой давайте возьмем сразу. Вот я видел немного, как дружа показывал, как вытаскивать из апельсина там и так далее. Вот эти вот вот эту мякоть. Но я не думал, что на деле это когда-то впервые пробуешь, это так тяжело. Я при этом сначала, я про это забыл. Я сначала просто апельсин по-обычному очистил от кожуры. И просто вместо того, чтобы хавать эти дольки, знаете, с кожурой, как обычно ты ешь апельсин. Охренеть! Жесть какая! Неприятно было. Так, это что у нас такое? Нехилый такой топорик, конечно. Но плюс 100% получаемого урона я нахрен не хочу брать на пугало. На пугале я могу откиснуть с большой вероятностью я прям не чувствую сейчас уверенности в бою. Абсолютно. Поэтому хочу дораскать хотя бы все это успеть. И начал просто как-то ножичка в очкрыжив пытаться от этих пленок руками там освобождать как-то этот апельсин несчастный. Это просто какое-то... Это хуже, чем как это... Одеяло в наволочку заправлять. В 100 раз хуже. Я этот процесс не очень люблю. А это просто жесть какая-то. Получается. Вот и тактики берем. Я наверное я не знаю минут 15-20 очищал один несчастный апельсин. Я половинку очистил а другую половину я сразу не очищал кожуры и я вспомнил как его типа надо сначала типа не очищать вручную кожуру снимать да а срезать ее ножом я потом это тоже вставлю как-то срезается все ты срезаешь ножом ты немножечко мякоти затрагиваешь но ты полностью срезаешь пленку с одной стороны тебе остается эту дольку апельсиновую просто вытащить и потом ее порезать вообще не вытащить ее там надо как это разрез делать такой между как бы между пленками этими и потом уже дольку достаешь но там все равно у меня как бы и часть остается и дольки выходят очень маленькие и не то чтобы это удобно в принципе то есть я прям охренел я взял всего лишь купил тогда 2 апельсина такой думаю ну мне наверное один апельсин на 1 раз другой апельсин на 2 раз если там будет много то я в принципе так съем яблоко одного зеленого большого такого относительно да мне за глаза хватило в принципе а вот 2 апельсинов мне близко не хватило для салата потому что с них многое осталось на апельсине я потом это само собой это съел и для себя я открыл в этот раз что мне охренительно нравится вкус апельсина я 100 лет его не ел и мне прям я дико-дико теперь хочу апельсин да иди ты в пень появился опять из ниоткуда да когда идешь в этом маршруты когда те выпадает вы именно самый партийный мог в этой локации заспавнился до добавился в пул мобов этой локации не знаю такая особенность есть что добавляется в локации моба которых ты встречал на этом забеге на предыдущих этажах некоторые из них то есть поэтому она может давлять давать очень подлая ситуация не знаю как это рассчитывается потом насыщение платформ потому что могут быть разные или там просто какие-то места зарезервированы подмога которые будут других локаций изначально в сиде я без понятия весь так это было бы не очень продуманно скажем так с этим апельсином в общем то я задолбался потом я когда уже приготовил салат я решил второй апельсин добавить я его уже так более менее грамотно очищал но все равно оставалось очень много и типа вот я вставлю потом фотографии сколько у меня вышла мякоти с одного такого среднего апельсина сколько там апельсин рядышком еще осталось но это прям реально задолбаешься очищать очень геморрый процесс и это конечно лучше смотреть как это делают чем пытаться самому что-то угадать наваять мне так кажется и я беру себе как-то говоря лучше взять бы себе филина еще может быть с уроном по яду в идеале бы еще тяжелый тролль могла бы зайти с уроном по яду в принципе у филина каждого побольше будет загорать его особенно если получим урон то это f натяжка наверно то что все таки себя тролли то хотя бы будет доставать до пугало в любой точке они только рядом с как огненная турель все таки ну все так и оставляем семинар не забыть теперь что я навыки поменял не увлечься с этим типа турели вот почему не люди типа ставишь турели она пока еще что то сделать я уже скорее сам все разнесу на первых клетках это может быть актуальнее как тогда а тут когда тему преследует и не можешь особо тебе либо стоять и дождись от моба либо ты уходишь и ему тогда мог уходит уже открыли не всегда в общем актуальных использовать конечно но сейчас не об этом это что-то меня опять от тема отнесло немного дальше на основе йогурта вот эту штуку да я взял и куда большая кружка традиционный какой-то йогурт этот соус я не знаю его на основу с ней блин она такая очень легкая но нее своего вкуса он такой типа совершенно не сильный я не знал что добавить я нашел какой-то в интернете соус на основе йогурта типа для салатов хорошо там типа огурец немного идет зелень какая-то чеснок по моему шел что-то еще я не знал что добавить я точно понял что я чеснока в этот салат и не хочу видеть типа зачем мне вкус чеснока до который я обожаю но в салате который такой нежный салат прямо меня там показал что я там не зайдет я решил просто добавить этого йогурта в него добавить натереть огурчика на терке меленько не знаю сколько это стоило того потому что он стал еще легче и добавил немного тоже укропчика чисто зеленью духовой труб можно найти 11 уровень неплохо кстати вот здесь опять же смотрите плюс 4 параметра до осталось только же одесский топорик этот 11 уровней поэтому у меня разница уже собственно не настолько большая 5 змея то что мы из так как повысился не разница должна была увеличиться процентом любого каких числа в значении а этот топорик все лучше моего он все сильнее тупо понимаете даже вот старая половина забега уже идет боль в более-менее а легендарный топорик по-прежнему еще не показывает чего-то хорошего хотя на нем надо было фикс конечно идти я понимаю это проект я немножечко забыл так ладно давайте рейроне может быть не что ничего поищем я не знаю мы кое-как старым можно найти по для урона нам у нас ничего сейчас не работает только поджигать земное преуничтожение ловушка знает горючный палм на эту мне особо активируется так легко обычное оружие с двумя нужными аффиксом тоже вполне себе у меня есть шанс найти так на этом у нас тоже заканчивается да да 29 параметров хорошее значение для второго босса очень хороших кстати говоря из дамага много но как у нас сейчас выйдет я не уверен но перед боссом я еще немножечко отвлекусь на то чтобы вставить само собой эти фотографии все того что я делал завершала в общем такой соус я его прям всю банку я нафигачил потому что мне и было все мало 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 тогда сейчас берем оружие всякие смотрим не зато ничего не надо вот на этом тайминге наверное тогда я станет среди такой большой я думал я буду потихонечку вставлять картиночки то есть я изначально допустим я курицу нарезал пока покажу это собственно как в рядышком я специально ставил в кадр терияки курица приправа для курицы копченый перец и там прованские травы у меня пакетик еще и к этому еще дольки чеснока я вот сам в чеснокодавке просто замешал это потом все выглядело есть честно вообще ни разу не аппетитно пока было замешаны пока вот так вареновалась потом я это закинул на сковородку это потихонечку жарилась на просто теперь переварим переваливаешь это все будет что много для сковородки казалось бы но но легко все прожаривается по итогу выглядит вот так на самом деле выглядит она не так белесо на фотографии а более все таки таким оранжевым что ли цветом и хороший такой запах идет но не скажу что вкус как-то сильно отличается прям уж куда сильно уникальные терияки не то что мы сильно чувствуется вот это вот дальше для салатика я себе у меня было показано как нас февря еще как у меня все это вместе все варилась жарилась на плите я чайник в этот раз вроде как не забыл убрать да чтоб ничего мне не спалил не отражал меня в себе дальше нарезал я дочку так вот меленько вторую половину яблока тоже нарезал просто показал прям как у меня вы она выглядела там у меня еще так видно немножечко лимитом что такое написано это лимонный сок как раз таки мне в кадр попал дальше нарезал апельсин я покрасок тоже это вставлю сейчас это просто жесть вот серьезно это вот апельсин сколько с 1 с 1 апельсину столько плены вышло этого очень мало на то количество салата который я начал делать дальше я взял такой вот собственно соус несовный это йогурт его налил там зелени к нему и огурчика потом вот вот так вот я огурчика надеюсь что вставлено лично чина путаю огурчика туда намесил и вот просто вы мне скажите ребят я один такой рукожок кто не умеет открывать такие упаковки толком что от сметаны что еще чего-то я открываю их вот так серьезно типа да я сделал меня бывало и хуже правда порой это еще так нормально не знаю постоянно как-то аккуратненько пытаюсь медленно все открывают чужую у тебя идти но вот это количество соус которое я показал цире это малое количество что я потом есть там еще в упаковке еще там осталось я потом все таки все это вывалил и вставлю наверное как я это постепенно заваривал для салата то у меня не знаю фотографии с яблоком будет или нет я чуть не скинулся весь для просмотра яблоко на него лимонный сок и немного чтобы она собственно она не будет тогда желтеть в это время если так нормально смажешься и она сама по себе вкуснее так становится меня то что лимонный сок казалось бы салат но это вкусно апельсина вот этого на апельсина получилось мало курочка у меня который варился меня с лавровым и листом по моему и я и пришел кубик бульонный давай думал мало чем он сделает мне вряд ли что сделал конечно а такая светленькая легкая абсолютно но полностью готовая тоже кукуруза туда перекрестка навалил вполне себе как и нормально кукуруза как там бандюэль там бывает и кому дядя ваня хороших кукуруза особенно мне нравилось тоже очень суть нет помашь наварил и порочника только к этому всему добавил соуса и в принципе это резко стала выглядеть более адекватно хотя будет как мешали на конечно в то же время типа вроде вкусно такое все в соусе но она очень получилась легкая диетическая такой прям охренеть насколько легкая такой легкий салат и не припоминаю типа вообще чтобы не было улица там всякая такой и приду настолько легкий потому что как отсутствие майонеза там и огурчик с йогуртом этим это все в совокупности он такой типа яблоко чувствуется апельсина не хватает во-первых только апельсина очень маленькими и сделал все таки надо было больше куски апельсина ребята ждать IRS так не чувствуешь агенсе надо было рано два два с половиной три раза больше больше может быть либо же добавить плате йогурт более сладенький какой-то потому что все-таки такой слишком легкий вкус он как бы прикольный но слишком легкий. И насчет кукурузы все-таки, мне кажется, кукуруза-перекрестка, она мне понравилась меньше, чем дядя Ваня или бундуэля, потому что у меня она показалась немного тверже. Просто так, если мало ли кому-то полезно будет. Ну и курочка. У меня с пирожечкой вот так вот тоже выглядели. Типа, балдеж, так бывает иногда сделаешь вещи, а так посидишь допустим, несколько часов. Как-то это все долго готовлю, конечно. Получается, туда-сюда, туда-сюда, там, помыть посуду и все вот в этом духе. Но потом у тебя не надо париться по утрам зато. И в принципе вкусно. И картошечку я просто пюре смешивал в итоге с... как его? С курочкой и там добавить, что хочешь там. Соевый добавить, лично еще. Бывает люблю, вместо соли добавлять соевый во всякие такие каши и пюрешку и так далее. Ну не каша, прям скорее типа как в булгур, например. Хотя в булгур я больше добавляю именно терияки. В каши типа овсянки само собой ничего такого. Это уже для меня перебор. Так, я и рульнусь в себе мутации, возьму себе передвушку, возьму себе скорую помощь, наверное. Я буду хоть все банки жрать на нем. Мне просто пофигу. Мне просто главное уже сейчас будет. Наверное. Что касаемо второй мутации, я даже не знаю, что мне может понадобиться. Можно взять все колючие наконечники, конечно, это дот постепенный, но насколько он работать будет прямо круто, я не знаю. В упор не даст ли больше бонуса? Типа так мне боготворили эту мутацию, но в то же время смотрю, ну типа, хотя каждый стрелуй 1602 урона с дот, это нормально. Так-то у меня тут яд бьет. Хотя яд бьет намного сильнее так-то. Я даже не знаю, серьезно, сколько это хорошего дата. Давайте возьмем ее, допустим, из интереса. Топорик у нас тоже считается снарядом. А, топорик рульный точно чуть не забыл. Так что прям такие у меня были опыты на кухне, и из этого полезных выводов я для себя, вот вы видите, что Афикс стоит в принципе... Ну тут 9-го, 1700 здесь, да? А, нет, это 11-го. А, еще зависит от оружия, по-моему, уж, да. Или нет? Ну короче, у легендарки Афиксы немного дешевле реролятся со старта, но все равно ты пару рероллов сдержишься, а будешь... Цена уже не так... То тоже, ну вот, один реролл и уже такая цена огромная. То есть стартовая цена как бы маленькая, но попробуйте чуть-чуть найди адекватную. Вот теперь реролю и не нахожу. Я не нашел ни одного адекватного Афикса урона, ну а поглушение это не то, что мне надо. Не нашел. Был бы у меня детский топорик обычный, он был бы сильнее. Вот и все, ребят. Вот и переоценивание легендарок на деле. Если бы я прокачивался, конечно, только во второй стад, чисто его, тогда легендарка была бы серьезно сильнее. Но у меня было бы 3000 хп, может быть 2000 максимального. Это прям было бы совсем плачевно. А, нет, стоп, у меня было бы... Ну да-да-да, наверное, где-то так. А, куда я поставил турель свою? У коллекционера, да, у коллекционера... Ой, как, у пугала можно ставить заранее вот так вот. Я это как раз-таки показывал еще в видео про ваншот боссов. Оно что-то как-то тоже после месяца что-то начало очень много просмотров набирать. Мне, конечно же, приятно, я не против. Почему бы и нет? Так, что он делает, господи? О, добили его, смотрите-ка быстро. Я что, даже не заметил, он, по-моему, в другую пазу так и не ушел. Либо он собирался уйти, начать меня косить. О, костюм. Костюм пугал опять, прикольно. Еще костюм открыли. Нормально. Мой был намного проще, чем я думал. Я что-то даже не обратил внимание, что у него так быстро хп скашилось. Ну, короче, нормально, справились вполне. Ну, загарь, кстати, вполне себе так канонично смотрится, мне кажется. Ну так, нормально. Узнается более чем. Нормальный костюм, не знаю. Если кому-то надо будет ссылку, то можете либо сами найти, либо можете написать. Я может туда... Потому что я не знаю, есть ли смысл ее вставлять в описании. На костюмы есть моды. Там, кстати говоря, какой-то есть. Там был мод на оверпауэр. Оружие очень омега сильные, типа. Был еще там пару каких-то забавных. Может быть, я бы им тоже посвятил бы как-нибудь, если говоря, время. И торнадо... Легендарка надо найти еще нужную. То есть, либо... Если я не хочу допустить с этим оружием, бегать, то тоже типа что делать? Либо адаптироваться под нее. Но она на боссе даст мне профита меньше, чем тяжелая турель, скорее всего. Короче, я не буду ее брать. Ну, ее в жопу. Серьезно. Просто нафиг. Так, что касаемо... Этажа, реролл и мутаций. У нас на прощание подарок был в упор, да? Ну, я, короче, не буду менять. И я пойду сюда направо. В королевский замок. Я не хочу в Винокурт не идти. Мне хватило расколотых сетей лично сегодня. У нас, кстати, два босса без урона уже, да? Было прикольно сделать четыре, но как только я об этом сказал, что... Как правило, после этого я четыре босса уже точно не делаю. Так, есть трубка. А, у меня такая же трубка есть уже. Блин, может взять детский топорик. Ну, посмотрите, какой он интересный. У него афикс... Срань господня сколько. Он играет по яду, он замораживает жертвы. Он тупо лучше сейчас. Ну ладно, к концу этажа легендарка станет сильнее, скорее всего. Я просто не в таком ключе играю. Мне кажется, большинству игроков не подойдет такой ключ, не подойдет такой стиль игры, что набирать чисто хп абсолютно не качать. Конечно, в таких играх в первую очередь доминирует дамаг. Но вот этот дамаг, как бы, ущерб хп тебе не нужен. Ай. Пилоте дамаг именно с одного оружия повышается. И при этом тебе и так достаточно урона, чтобы у тебя и другое оружие, например, наш этот дротик, делал вот так. Зачем мне, допустим, повышать ему еще урон, грубо говоря, да? А здоровья у меня существенно меньше все-таки было бы. Хотя, конечно, надо смотреть на то, что в то же время мы вот получаем урон, и даже с таким хп я всему отхватываю очень много. Это, конечно, тоже аргумент, скажем так, наверное. Может быть. Ну все, короче, остальное, я не знаю, через какое время, может, через неделю или через две, выйдет ролик, наверное, про то, как лево падает на шипы. Про всякие... актуальные вопросы в Dead Cells, которые я просто устал слышать, и свои мысли в них проще рассказать, чем вот так вот в роликах, которые кто-то проскипает, кто-то не услышит этот ролик, кто-то еще чего. Проще это в одном видео все рассказать, и объединить, чтобы это потом в сериях на это столько времени уже не тратить. И я думаю, что, кстати говоря, может быть, через несколько серий еще тоже Dead Cells либо пойдет на перерыв, либо если... Не знаю, посмотрим. Потому что все равно мы этот апдейт по большей части просмотрели уже, господи. Да, зря я все-таки мутации себе не поменял. Я не думал, что я буду банки здесь жрать. Однако вышло, что вышло. Если бы я их жрал, то лучше было бы, конечно, ставить себе адекватную банку, которая полноразмерная, а не 45% порезанная. Или сколько там у нас? 35% ОЗБанка. Да. На локацию эту мутацию не стоит брать, мне просто было лень релить мутацию. Я не думал, что здесь у меня эта локация вдруг доставит какие-то трудности. Все, надо собраться бы и больше их не хавать, потому что... Чуть не сожрал еще одну банку, можно сказать. Я мог ослиться, кстати говоря. В таком месте, да. Тот самый редкий случай, когда мне пугало не доставило проблем вообще. Зато я чуть ли не умираю в замке. Тихо. Перекатились, вынесли. Так, кстати, насчет топорика. Ладно, давайте, наверное, все-таки... Даже не знаю, но я уже не рерольный там афикс эти. Да, если еще плюс один-два параметра добавить, то у меня будет топорика уже как бы по силе плюс-минус, как вот с этим суроном по яду, может быть. Хотя нет, может быть, немножко ловерь, что он будет. Ну, короче, пофигни, выморочится сейчас уже. Так, я помню, дайду. А, не нормально, не с параметром будет еще. Которая пропустила, около... Любит игра иногда так уже шипов их ставить прямо. В прошлый раз у меня было около бочек из винокурни. Лежал фрагмент с цветкой прямо так рядышком. Так, куда мне идти-то? Сюда сходим. У меня осталось только, по-моему, зеленая дверь, да? Ух ты. О, хорош. Я так думаю, что это такое? Это глазик у нас. Ох уж этот рацион измененный каждый раз. Глаз, наверное, еда, которую я плюс-минус меньше всего, в принципе, из всех видел. Ну, это хороший дроп. Это причем из секретки, по-моему, был дроп, да? Или нет? Да, это было секрет, когда она была отравленная. У меня где-то будет еще и обычная. Так, тут у меня, да, тупичок. У нас репортироваться будет, короче, так. Касаемо этого самого, как его, духовой трубки. Что здесь, секрет у нас тут такая? Она осталась, как бы, сильная. Она стала тупо сильнее еще. Она стала сильнее для связок всяких, потому что через аффиксы позволяет играть другому оружию. У нее чистого урона стало больше. То есть, если раньше ты в лицо бывало бил врагов, тебе иногда могло и не хватить этого урона, изредка, да? Ты мог, допустим, летать на ножи и юзать с дротиком. Это удобно очень, связка, потому что у них обоих одинаковый спектр атаки. То есть, с той же головешкой это будет не так адекватно сочетаться. Это как бы легко будет работать, тоже все разносить, потому что у тебя два оружия просто, которые дамажат вместе, это, соответственно, очень легко. Если даже одного оружия хватает себе, два оружия, любых которых ты возьмешь и можешь юзать одновременно, у тебя будет, соответственно, овер дофига дамага. Но с минетными ножом они могут бить по любой, собственно, высоте, плюс-минус. Это очень удобно. И ты раньше там, допустим, так, было очень удобно использовать, в принципе, с этим оружием. И это немного уникально раскрывало и сочетало их, потому что, собственно, с другим оружием метательные ножи все-таки, хоть и разрывают все, но идейный, вот по самой затеи, по анимации атаки, они так не сочетаются. Очевидно. И ты в итоге, даже если у тебя враг повернут был лицом, ты его спокойно уносишь, потому что у тебя урон по кровотоку, ножи фигачат еще и так далее. Сейчас, в принципе, без ножей стало этого достичь проще. Хотя сейчас у меня надо учитывать, что все-таки есть не некоторый Уверстат. 32 параметра для этого этажа, это, ну, не Уверстат, прямо так, знаете, но больше обычного. Курочку я потом, наверное, возьму, потому что... Я чувствую, что, скорее всего, я не отхочу больше на этом этаже. Но если я возьму курю, то тогда вот отхочу. Как у меня зачастую по классике бывает. Можно даже до конца не защищать эту комнату. Тем более, что мне как раз-таки, по-моему, сюда дальше и надо было идти. Тут я, к тому же, телепорт не активировал, да. С разным компаниям. Раз, два, три. Мутации мы наши, в принципе, можем поменять на мутацию в упор вместо скорой помощи. Мне кажется, будет хороший вариант для босса как раз то, что надо. Ну, клыки можно взять все вместо своих, но я их южу терять уже буду вообще, в принципе. Торнадо тоже, скорее всего. Хотя, торнадо весело используется на деснице, но все-таки это не волна отрицания. То есть она... Торнадо, оно выносит... Вперед ногами, как я сказать. Выкидывает эти бомбы, которые он кидает, да. Но чаще всего торнадо их... Трудно их направить в нужную тебе сторону, чтобы они не деснице еще продамажили. За волну отрицания ты просто стоишь с одной стороны и кидаешь эти гранаты, как тебе захочется. Как и на матке клещей, например, тоже. Поэтому здесь торнадо, оно не совсем выполняет ту же функцию, как бы ту же функцию, но не так удобно, не так хорошо. Настолько успешно. Так, а что касаемо филина, кстати говоря, я бы взял его с собой, чтобы весь забег с ним не побегал вообще. А хотел вообще-то. Во, есть... Вот касаемо этого урона, тоже, типа, мне приводили в... Как это... В аргументы к легендаркам, но это ж обычный аффикс, типа, просто звездный, который может попасть все обычное оружие. Спокойно, это не... А легендарный звездный аффикс, это... Такие, которые многие из вас, скорее всего, даже не видели, типа, там, плюс 100% урона чистым, без дебафа. Например, у волны отрицания такое есть. И вот в таком духе, я думаю, что мне капкан-то сиреней особо нужен. Тебе, зачем он мне? Контроль. На деснице-то? Хотя деснице тоже нормально контролирует, хотя у меня есть топорик для этого, в принципе. Я для пугала вообще-то брал капканцы, поэтому сейчас можно его смело было сменить. Или там аффикс, например, того же как раз-таки вот урон по кровотоку... Так у него не может быть его, потому что он сам кровоток накладывает. А у леги может попасться аффикс на урон по кровотоку. Это такие аффиксы именно к этому попадают. Если у тебя есть этот аффикс, если там, например, он звездный, легендарный, да, то у тебя может быть два звездных аффикса. То есть он игнорирует, в принципе, начисление других аффиксов, там это тоже где-то сказано, про легендарные предметы. Блин, можно мне найти эту строку. Кстати, вот я нашел эту, собственно, надпись про легендарные предметы, варианты снаряжения и так далее. Кому интересно, будет тоже почитать. Стоит, наверное. Легендарные алтари имеют шанс появления 2% изначально, и потом на 15% постепенно повышаются за биом, в котором они не появились. То есть шанс повышается на легендарку, обычную на этаже, постепенно. Вот про это, кстати, я не знал, честно говоря. Можно было догадаться, я просто не задумывался, если честно. Алтари на 66%, они 60% снижают получаем урон ближайшим врагам. Соответственно, защиту им дают такую. Качество альтернативы, перемещение врагов есть, они удаляются точно. Там про тактику говорят, мол. Ну, короче, не суть. Легендарный предметы нельзя улучшить, но у них есть серьезные преимущества перед обычными предметами. Бесцветно зависит от самого высокого показателя, понятное дело. Определенный аффикс, вот. Предопределенный для каждого базового предмета с вероятностью 15%, который может быть применен после всех других аффиксов, игнорируя обычные правила создания аффиксов. То есть, обычное правило создания аффиксов это то, что у нас оружие накладывает кровоток, значит, урон по кровотечению оно не имеет. То есть, это в таком духе. Если мы... Блин, а как нет? Вот, есть, ссылка как раз таки важная. Так, если я, допустим, найду себе кровавый меч, если я его найду вообще, вот Bloodsword, да, то у него мы напишем Force Affix Bleed Damage. Плюс 60% демедж, он bleeding target. Это тот самый легендарный аффикс, но он не легендарный, не легендарным отображается, а просто вот будет обычным, но он может быть встретен только у легендарки. То есть, он игнорирует то, что у обычного оружия этого не должно быть такого аффикса. Игнорирует эту особенность. И он именно попадается дополнительным, то есть четвертым у нас в данном случае. Поскольку у нас у легендарок в 9-20 уровне по 3 аффиксы выходят. Например, у волны отрицания, как я и говорил, вот. Force Affix Double Damage Free, бесплатно, то есть плюс 100% дамага носимым врагам. Без дебафа того, что игрок получает на 100% больше урона. Вот это легендарные аффиксы, но они есть не у всех оружий. И вообще ни разу не у всех. По-моему, у Аурекса, если говоря, его нету, да, а нет, есть. У него кровоток. Кровотечение при ударах. У чего, у чего может быть его не быть. У фейзера есть. Ядовитое облако вокруг тебя. Просто точно помню, что не у всех оружий, в принципе, не у всех навыков есть такой аффикс. Вот, например, здесь, кстати говоря, по-моему, не написано этого. Не у всех оружий, в том числе. В свармах, кстати, есть вообще. А, отравление при атаках. Да-да-да, я, по-моему, искал это когда-то даже. Эту штуку. У бумеранга очень крутой звездный легендарный аффикс. Я не раз пытался его найти. Это плюс один боеприпас. У бумеранга. Но найти его очень тяжело. Написано 15% шанс дропа, но что-то как-то я сколько раз играл с бумерангом, мне ни разу так и не попадалось. По-моему. Вот здесь, например, в сентябре теги написано типа какой-то там закономерности heavy weapon. То есть тяжелое оружие. То есть оно должно быть... Иметь особенности аффиксы тяжелых оружий. Но здесь не сказано про... Легендарный аффикс какой-то. Его, скорее всего, этого оружия просто нет. Потому что реки все-таки вот эта английская, она корректная. Вполне себе. Поэтому вот как-то так. Так, что мы возвращаемся к забегу нашему? Что я тут беру себе? Я, по-моему, решил уже. Передышка. А-а-а... Кричный конечники в упор. Все. И вот так вот и идем. Так, надо сейчас будет сообразить меня, что у меня там урон по яду имеет, да? У меня топорик так и нихрена не делает. Только он тупо дамажит и тупо стопит. И все. Да. Вообще еще. Абсолютно пустой. Просто они для билдов, они максимально... Никак не взаимодействуют со всякими аффиксами и прочими. Короче говоря, отравляем. И тяжелый турель с филином фигачит у меня по яду. Вот и все. Вот вся наша тактика. И обездвиживаем босса, соответственно. Обездвиживаем. Перекатом ставим турель. Отравляем. Агрим филином. Все. Вот смотрите. Сколько я раз нажал на филина, он не агрился, потому что у меня это не на одну кнопку стояло. Потому что я нажимаю, во время атаки я попадаю в этот лог постоянно. Тоже момент, про который я неоднократно обращал внимание ваше. Он мне не ударил, да? По-моему, нет. Я просто так вылетел внезапно. Хотел попрыгнуть несколько раз со меня. Да, меня не ударил. Хорошо. Так, ну был красивый бой, в принципе. И мы можем, в принципе, наши мутации вот так вот оставить. Мне, в принципе, в таком сетапе, мне кажется, что эта мутация идеальна и для боссов, и для локаций вполне себе выглядит. Ну, для локаций не обязательно, конечно. Так можно и с общей связью бегать, и с чутьем охотника, и с прощальным подарком. Но тут уже не так... Мне так хватит, в общем-то. Ну, заменили клыки. Три аффекса. Три. Урон, соответственно, у них будет выше, да. Потому что мои клыки девят в уровне, как бы, и у меня параметра все-таки уже пять штук дополнительных. Соответственно, у змеиных клыков этих будет больше урон, естественно. Ну, как-то так. Ну, то есть только легендарки только под конец забега становятся более актуальными, если ты качаешься, так как, в принципе, обычно качаются. Качались всегда в клетках. Астролаба. Здесь у меня проблема, в принципе, быть особых не должно. Только если меня где-то зажимают, то толпу моментально я не выношу, конечно. Бывает, кстати, такой неудобный момент у духовой трубки, что она стреляет не совсем туда, куда-то хочешь все-таки. Когда толпа, например, она стреляет куда-то наверх. Ну, блин, ну так, конечно, это жесть. Она сбивает даже такой траектории жесткой. Но это скорее просто то, что это оружие не так хорошо подходит на толпы, ты не должен загорять себя в окружении полное. Либо иметь для такой ситуации какой-нибудь навык, или что-нибудь такое, что с этим справляется, чтобы будет закрывать такой пробел в твоем забеге. Тихо. Вот так вот, да. В итоге я много очень поговорил про легендарки, опять же. Но разобрал, мне кажется, некоторые другие моменты, которых раньше не так много касался. Не так подробно, но теперь надеюсь, что еще меньше останется вопросов, но потом я все равно добью это все отдельным видео, короче. Которое будет во многом посвящено, на самом деле, мне легендаркам, но о них там тоже, собственно, будет просто. Там, может быть, будет, не знаю, процентов 10, или 15, или 20 видео про легендарки. Потому что очень много всяких пунктов, в принципе, накопилось, о которых я хотел обсудить. И под саундтрек поиграли, под тот, которым я давно не пользовался, про который я просто банально забыл. А то я там говорил, что вроде как регулярно буду его включать, и в итоге что-то как-то мне написали, только ты знаешь, что в TheCell's есть альтенциум саундтрек, так я говорю, да, знаю, но я забыл, естественно. Ой, стоп, берем. А, стоп, не надо было брать, там же три тактики у меня было. Я, да, я фасолинка. Ну ладно, хрен с ним, короче, неважно особо. Можно так убивать. Топорик сразу возвращается к нам, поэтому удобно. А, кстати, я что-то филина, по-моему, забыл призвать. Вовремя призвал. Как призвал, так он сразу и ушел. Да уж. Ух, ни хрена себе. Я что-то клетки не ожидал увидеть, но ладно. Может, коллекционера без урона, блин, был бы крутой вынести без урона его. У нас, в принципе, дамага много сейчас. Чекунь. Так, мы... Башню у нас с правой стороны. Здесь у меня... А, нет, стоп, башню у меня здесь. Я просто прям над ней у меня ключи находятся. Хрен си заспавнилась. У меня оба ключа подняты уже. Может, при этом на башню пойти, правда, потом придется возвращаться, скорее всего, потому что я еще, по-моему, второй параметр не нашел. И в магазин с едой я бы тоже посетил все-таки. Мне мутации реролить, наверное, не надо. О, параметр, кстати говоря. Мутации реролить не надо, хоть я мог бы взять и скорую помощь, но тем не менее. Оставим так, короче. Надо было взять живучесть, но я про это забыл. Там, вот, когда у тебя такой маленький-маленький разброс хп, тут, конечно, выгоднее было бы взять для легендарки статом. Один процент хп разницы между этими двумя параметрами, они вообще не скажутся. Тихо, что это было? Я просто возвращал топорик, я рассчитал, что он мне вернулся уже. В итоге я как-то прям с вороной вплотную находился, но он меня все равно не ударил, и у меня там мигалка за окном какая-то. Звенит. В итоге два портала испытания, немножечко было по доп. параметрам сдвольных свитков, нормально попалось так. Успешно, то есть удачно нужен цвет. Один прокатый сундук мне попался. Ай, я случайно. До свидания, ворона. Еще минус ворона. Так, там у нас олипка какая-то. Упс. Красиво прыгнул. Ой, как удачно, что сразу же сломались ее оба защитных пилона. По-моему, так и называются тут. Вот так, пришлось бы там перекатываться очень неудобно среди ловушек и еще и черепов этой элитки. Так, две вороны остаются и можно, в принципе, в магазин заскочить будет. Шикарно поставил турель. Прям идеально. В магазине, не знаю, банку купить или хавку. Можем и банку купить, в принципе. А на хавку, кстати говоря, нам не хватает 400 золота, чтобы купить то и другое. Могли бы спокойно копить, тем более, что мне надо еще найти еду, да? Хотя, может, она в этом магазине была, я не помню уже. Ну, короче, пробежимся немножечко еще. Волетел. О, все, теперь хватает. Вообще. Без вопросов. человек не дает в магазин все-таки. Может, он с едой был, я просто не запоминал. О, нет, не с едой. Ни хрена подобного, ищи дальше. Ну, поищем немножко. Просто так, на подстраховку. Я не думаю, что мне это прям так сильно потребуется, но все равно. Ай. Поискал еду. Ну, у меня все равно, как бы, ситуация станет лучше, чем сейчас. Чем была. Так, магазинчик наверху, да. Все, мы правильно пошли. просто много так пониматься из-за лор-комната. Я не знаю, туркомната себя отключить опять обратно. Все, готово. Апексы, рерольники, не собирался. Уж лор-комната я оставлял себе, потому что у них бывает там еда, может где-то попасться, хорошее, да? Но в то же время как-то в целом на это не то, что я этим часто пользуюсь, в основном мне на это пофигу. Все, собрали, да? Могло бы 35 параметров, если бы я не затупил, конечно, с амулетом, но и ладно. Хороший был забег. И поболтали много. И попробовали дротик метательный, духовую трубку, то есть. Но, правда, змеиные клуки, я не поюзал. Вообще. Практически. Но мне кажется, они больше дебрутальности подходят, потому что на тактике у тебя на них почти ничто не... почти ничто их не раскрывает. В мире мутации, в тактике. В мире оружия все-таки больше дебрутальности. А живучесть такая. Гы, я юзбудую и дальнее оружие, и ближнее оружие, и все будут адекватно работать. Примерно так. За Грей пришел к коллекционеру. Ну-ну. Ну, поехали. Сейчас, вначале пропущу удар где-нибудь, да? О, кстати, можно вот так сбивать немножко. Ну, поехали. Ну, поехали. Ну-ну. Фигачить просто по полной. Так, что делать? Ага. Сейчас, нет, не получилось. Смотрите-ка. Я думал, отхвачу сейчас урон. Нормально. Продамажили вполне. У нас Филин как раз-таки отагрится, когда у него будет финальная фаза. Сколько-то ему тоже снимем сейчас. Так, еще одну хавет. Нет, не успею сейчас отагрится Филин. А, это вино. А, господи, я забыл про это. Наконечники же. Наконечники выбивают фазу, потому что он получает урон, тогда он находится в щите, и как бы, тогда, когда он должен получить урон ниже какого-то АХП. Они как бы не скипают фазу, они просто, поскольку могут нанести ему урон в этот момент, у него как бы скрипт работает так, что он после того, как выпивает третью банку, он уже может потерять бутылку, просто он ее теряет только тогда, когда пьет банку. А, поскольку ты не можешь его задамажить, пока он пьет сначала, а можешь задамажить, только когда он следующую будет пить. Поэтому, как бы, ты обычно не можешь убить. А здесь наконечник они позволяют это сделать. В общем-то, мы с этим знакомы еще задолго до ввода этой мутации. с такой особенностью механикой, то, как это сделано у нас реализовано в игре. Такой у нас получился забег, ребят. Сильное оружие, как было, блин, как минимум в А тире, там, может быть, даже в С тир я бы запихал эту в быховую трубку. Ну, просто типа топ оружия. Хренач только в путь. Еще и яд дает теперь. Жесть полная. Что в лицо разносит, в принципе, нормально. Не было бы оверстата, было бы слабее, конечно. Но, типа, ты поначалу, конечно, заморачиваешься с уроном в спину. Потому что 57 базового ДПС, а типа, это даже осколки 68 критует. Но в то же время, вот видите, эти 57 базовый ДПС, вот мне скажите, кто мне скажет, что мне не хватало урона, когда я не критовал. А сколько столько, столько же дамажит, им бы тоже хватало бы спокойно. Даже без дота обморожения, про который мне писали, что из-за него вот так жестко фигачили. Даже без него было бы нормально. Учитывая, что со сколками намного больше времени для нанесения урона и мы по толпе бьем лучше намного, чем на духовой трубке. Не могу я не заденуть ни разу пройти мимо этого оружия, да, ничего не ляпнуть в его сторону. На этом на сегодня, ребят, мы с вами завершаем. Такой получился забег. Надеюсь, что вам понравился. Если это так, если вам было приятно провести время, я вначале, правда, собыл сказать, что я буду опять обсуждать хавку. Правда, в следующий раз не знаю, когда будет, ребят, потому что как-то так. На этом на сегодня, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Леоми, как всегда. Подписывайтесь на канал, я буду рад вставлять комментарии оцените видео, тоже будет очень приятно. Вступайте на все же в дискорде, в сети пообщаться. Ну, а я желаю, ребят, всем хорошего настроения и такого же дня. Всем удачи и новых встреч. Всех вкусных и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok